В Бурятии спортивный праздник Сурхарбан отмечается с давних времен. В Приангарии по традиции в первый месяц лета все желающие проникнуться бурятской народной культурой посещают поселок Одинск. Как отметили Сурхарбан в этом году, знают наши корреспонденты. Традиционный спортивный праздник Сурхарбан в Одинске встречают ежегодно. Самым ярким событием стал турнир по национальной бурятской борьбе. В нем принимали участие не только взрослые, но и дети. Виктор более 10 лет занимается тайским боксом, но весомая разница в правилах не мешает спортсмену выступать по старинным обычаям. У нас есть традиция семейная, что каждый год участвовать в этом празднике. Я буду бороться с традиционной бурятской борьбой. Ну да, так сильно различается на самом деле. Но у меня батя борец, ну раньше так, фишки там показал мне пару. Но я каждый год борюсь в Бохане, в Бохане. Так что, ну, думаю, в тройку залечу. Ежегодно Сурхарбан отмечают все монголоязычные народы. В древности главным поводом для состязаний были честование духов, а позднее праздник стал своего рода смотром, на котором отбирали воинов. Сегодня Сурхарбан – это соединение традиций и современной культуры. Он стал праздником спорта и воспевания пробуждающейся природы. В Одинске в этот день, помимо зрелищных состязаний, гостей порадовали выступлениями местных творческих коллективов. Кроме того, жители поздравили глава Ангарского округа Сергей Петров и мэр Аларского района Роман Дульбеев. И очень приятно, и очень отрадно видеть, что одинцы чтят свои традиции, чтят своих предков, стараются вот эти вещи развить. К этому интересно прикоснуться, это интересно увидеть, это интересно услышать. Поэтому я горчан приглашаю, кто еще не знаком с этой культурой, обязательно приехать в очередной раз, ежегодно это проводится, и просто получить удовольствие от этой истории. В знак уважения почетным гостям преподнесли молоко и белые ходаки. К слову, особое внимание сельчане уделяют сохранению традиции и культуры бурятского народа. Всем этим занимается коллектив местного дворца культуры. А в школе номер 16 проводят уроки бурятского языка. На сегодняшний день в Одинске проживает свыше тысячи человек, почти 800 из них – буряты. Александр Бучков, Егор Сорокин, Дмитрий Новопашин. Местное время.